Как бы навязать бой, Хэппи, а Хэппи может уничтожить своего соперника, и мы с вами посмотрим, что сейчас будет, потому что игра уже есть, игра уже есть, игра вот-вот начнется, друзья, запасайтесь попкорном и чаем, или что вы там пьете сегодня, может это вообще что-нибудь изысканное, А у нас первая игра на карте Тайтхантерс, Хэппи против Кахо, и мы с вами переносимся, ой-ой-ой, простите-простите-простите, мы сделаем вот так, вот, мы переносимся на карту Тайтхантерс, где слева-снизу у нас появляется действующий чемпион мира, Абсолютная машина и лучший игрок современности, это Дмитрий Костин, Хэппи Его соперник, представитель американской организации Коала Гейминг, но родом из Китая, это Жан Чехао, он же Кахо Вообще этот поединок будет интересным, как минимум, потому что игроки объективно сейчас в топе мира находятся, что Кахо, что Хэппи И интересно вообще, что противопоставит Кахо своему сопернику, и будут ли какие-нибудь заготовки у него, а будут ли заготовки у Хэппи, это еще интереснее Ну, я, конечно, не удивлюсь, если Хэппи будет играть стандарт, все-таки Дмитрий не приверженец каких-то суперстраток И да, действительно, он заказывает Деснайта через гулевой билд, сейчас будет второй секрет, смотрите по таймингу А, вот почему он не по таймингу заказал, окей Чат мы, к сожалению, не видим Возможно, Хэппи пишет, мол, плохой хост Но он поставил на паузу Скоро эта пауза Как бы пропадет уже, и мы посмотрим, что будет Хэппи уже на 5 секунд На 5 секунд позже построит Зекура Держу в курсе, из-за этой паузы Мне жалко, конечно, что тап-серверы вообще ничего не могут делать в паузе Кахо, кстати, в свою очередь, играет в Кипера, не в Демон Хантера, как он, например, играл против Лабиринта Хотя на Спрингтайм все-таки Кипер был, да Это сложно отрицать Кахо, возможно, будет пытаться ставить очень быстрый экспант Это достаточно популярная тема Но что будет делать Хэппи? А насколько быстрый экспант будет ставить он? И будет ли он вообще ставить экспант? Большой вопрос Дмитрий все-таки может сыграть по-разному Несмотря на то, что глобально он играет одну стратегию Но он может ее исполнить вообще по-разному Пулится гули И идут в сторону черепашек, видимо Это не будет экспант Смотрите-ка, по крайней мере, он не покупает Sacrificial School и не строит шестого Акалита Ну ладно, шестой Акалит у него здесь Ну, в смысле, Акалита для постановки базы Все, он отпулил немножко крипов Мешает эльфу крепиться Оттягивает по максимуму времени Пинает весь плов Акалитами И он реально очень много времени выиграл То есть Кахо уже мог забирать эту точку Уже мог вот этого крипа добивать Но он только сейчас начинает это делать У него очень выгодные позиции Потому что Хэппи уже тут Хэппи одним Акалитом задержал весь крипинг эльфа Вы просто представляете, насколько это большой Насколько это высокий уровень игры Он добил своего Акалита Соответственно, опыта Кипер Дополнительного не получил Уже крипинг подпорчен И Хэппи получит второй левел Быстрее, чем его соперник Потому что он здесь уже черепашек убивает Он здесь уже берет артефакт Кстати, Хэппи бы сейчас Все-таки поднапрячь соперника И забрать этого Мурлока Но этого не делает Дмитрий Он, видимо, будет перекупать тут персоналку Нет, он купил Даст и Цирклетку Ему уже выпал Рингов Супериорити И уже очень статовый Деснайт бежит на Харас Да, Кипер тут все-таки получил второй уровень Но у него есть мана всего лишь на одну прикопку И Хэппи уже здесь Хэппи уже не будет давать тебе так просто Заниматься Крипингом В принципе, чувствует себя спокойно Ты уже осторожничаешь на всякий случай Даже когда Хэппи ушел А Хэппи, в свою очередь Забирает очень важный артефакт Здесь может выпасть большая банка маны Но она, к сожалению, не падает Падает скролл за бист Который Хэппи сразу же продает И покупает когти для своего будущего лича Уже по одному моменту Можно сказать, что Хэппи Гораздо сильнее лабиринта Ну согласитесь Просто гораздо сильнее Он уже скоро будет третьего уровня Он уже разгоняется к третьему В то время как Каху Не очень неуверенно крепится Он тут пытается найти лазейки Пытается найти своего соперника Он даже забегает на мейн Как будет реагировать Хэппи Он сразу отводит Акалитов Он сразу пулит гулей Этот Акалит, кстати, возможно умрет Хэппи бежит Пытается его спасти Но нет, он все-таки умирает Отлично здесь все-таки Каху Контр-атакует, считайте Он уже заставляет Хэппи добывать меньше голды, чем Чем должно А потеря денег для андеда Который играет в тайминговый пуш На самом деле критично А Хэппи ведь любит деньги Мы же знаем себя прекрасно, Дмитрия Каха пытается покрепиться Он уже поставил Хантерс Холл Он не добавляет прокси экспант То есть он вообще не добавляет экспант вообще Он будет играть в одну базу С кипером Это на самом деле Такая аркада Он добавляет лорницы Сам Хэппи уже восстанавливает Акалита Уже делает леща Вероятно, этот Акалит, кстати, построит Слотерхаус Или там сразу будет Тер-3 Ну я бы поставил Слотерхаус сначала Нет, там все-таки Тер-3 А, там на Слотерхаус нет дерева Окей, окей Ну сейчас он будет И Хэппи сразу же воспользуется этой возможностью И поставит вот уже Бойню Номер 5 Вот такая вот отсылка А если вы читали книгу Бойня номер 5 То ставьте лайки Вот у меня еще есть подводка к Клайду Кахо, кстати, не через третью прикопку Точнее, вторую прикопку качается А через три антов Он будет пытаться отменить здесь Слотерхаус Я не знаю, получится или нет Как будто бы получится Урона вполне может здесь схватить Кахо Нет! Хэппи замечательно просто реагирует Он убивает всех три антов В итоге Слотерхаус не отменить Здесь пытается уйти Кипер Какой-то очень странный Мув был от Хэппи Он, возможно, пытался забайтить Кипера На то, чтобы прожать телепорт И сам, типа, убьет Виспа Но Кахо не повелся Сам эльф уже Построил Демон Хантера Уже его Крипит до второго уровня И он уже стопроцентно здесь его получит Хэппи не помешает никак этому Да, Хэппи просто физически не успевает это сделать Во время Кахо На самом деле очень недурно так заряжен Будет пытаться Пытаться как-то нахарасить Аккалит А в Койл нова уже ворчу Можно забирать барак сопернику И урон нанесен Уже урон нанесен Прикопка под эснайту Если став Нет персоналки у Хэппи Это важно на самом деле Потому что цепляет его Достает и, в принципе, вполне может Его здесь потерять Дмитрий, если он Не доконтролит И он ведь Ладно, под прикопкой здесь Хрен доконтролишь и погибает Рыцарь Смерти А это критично на самом деле Это на самом деле очень критично Но Хэппи не собирается сдаваться Он сразу две точки агрит Он прям максимально нагло будет крепиться Кахо понимает, что у него преимущество Идет сразу на красную Какой высокий уровень игры, ребят То есть они По ходу игры Сразу ориентируются Что нужно делать Это настолько круто Вы даже не представляете Хэппи в итоге Зеленую и оранжевую заберет Деснайт там пытается Воскреситься в алтаре Он, кстати, воскреситься Скорее всего Гнула Аверсир Немножко Попинал Э! А у нас Непредвиденная Ситуация Шо опять у нас случилось? Это странно Это как минимум странно Потому что мне сейчас придется Опять все перезагрузить И вновь мы посмотрим Первую карту Очень Очень В очень быстром темпе Или можем Перестримить Back to Warcraft Досадно Получилось на самом деле Потому что Потому что Вот такие Вот такие Казусы Очень неприятны Лучше Быстрый варик Окей Я вас Слышу Я вас Услышал Господа Вы хотите Быстрый варкрафт Значит Сейчас будет Быстрый варкрафт На 3х скорости Никто не левал Это Это Флоти Вилл Огает Из-за того Что новый патч Вышел на дне До патча Такого не было Ну я знаю Результат Как бы Игры Кстати Та самая Пауза Если что Я знаю Результат Игры Этой Блин А здесь Кстати Пауза Тоже В ускоренном Виде Ладно Тогда норм Тогда норм Сейчас мы Посмотрим На ровно Те же самые События Которые Мы уже Видели На гениальнейшие Мувы Хэппи Которые Задержали Второй Лаву Каху На несколько Секунд По-моему На секунд 30 Если не на минуту Целую Да Досадно Конечно Так получилось Кстати Здесь Хэппи Еще Убил Веспа Походу Зато Мы сможем Посмотреть На такие Мелочи Что Хэппи Одним Скелетом Просто По Рофлу Забежал И Немножко Похарасил Лесную Экономику Да Бывает Че Третий уровень Там Дес Найт Точнее Там Демон Хантер Там Лич Ну Как бы Извиняюсь За За то Что Вот такие Казусы Происходят Сегодня Но К сожалению Мы не можем Повлиять На то Что Близзарды Любят Выпускать Патчи По ходу Турниров И ломать Код Варкрафта Что Вот такие Казусы Случаются Но Слава богу Есть Флот ТВ Который Позволяет Возобновиться Скажем так Собственно Вот Мы уже Вернулись По сути К моменту С которого Все Все Закончилось Лич У нас Скоро Будет Третьего Уровня Дес Найт Скоро Выйдет Там Уже Мантия Лежит По Рофлу Какая-то В медведей Выходит Кахо У нас Мега Шустрый Варкрафт Он добавляет Прокси Экспанд Нет Это Третий Герой Нага Извините Пока Вот так По шустрому Посмотрим Потому что Нам нужно Еще вторую Игру Догонять Вы не забывайте Об этом 0-1 Грейда Укахо Начинается Сражение На его Мейнин В котором Хэппи Выглядит Полнейшим Доминатором В котором Он уже Убивает Двоих Медведей Арчей И Демонхантер Тоже Подставляется Который Использует Зелень Уязвимости Там Кипер Тоже Подставляет Вообще Хэппи Превосходно Контролит Убивая Сопернику Все И теряя Ничего Не теряя Ничего Хэхэ Блин Варкрафт Вот так Смотрится Как Старкрафт Где Тоже Сражение За 5 сек Проходит Хэх Хэл Нового ГГ 1-0 В пользу Хэппи Собственно Говоря Хэхэхэ Бывает Че 1-0 В пользу Хэппи Так Значит Следующая Игра У нас Она начнется Прямо Сразу Я надеюсь Она не будет Лагать Потому что Потому что Если будет Это очень плохо И мы Кстати По идее По По Расписанию Скажем Так Прям Прям Вровень Идем За счет Как раз Таки Быстрого Просмотра Первой Карты А вторая У нас Last Refuge Где слева Снизу Появляется Легендарнейший Игрок Зандетов Лучший Игрок Современности Это Дмитрий Костин Хэппи И его Соперник Представитель Команды Коао Гейминг Китаец Жан Чехао Кахо Боже Этот Water Champions Который Отдаляет Автоматические Камеры Меня Очень Сильно Раздражает Можно Кстати Здесь Тоже Процесс По идее Немножко Ускорить По идее Нет Нельзя Ладно Будем Смотреть Так На Привычной Скорости Пока Что Дебюты Максимально Одинаковые Хэппи Ведется С счетом 1-0 Напоминаю Что у нас Противостояние В формате Best of 5 И победитель Этой пары Будет Играть Послезавтра В полуфинале Пока что Неизвестно С кем Но мы Точно знаем Что завтра Будут играть Hitman Soin Fortitude И Starbuck А послезавтра Sock Focus И соответственно Сегодня Завтра Мы узнаем Кто еще Присоединится К этой парочке Деснайт От Хэппи В этот раз Demon Hunter От Кахо Что в принципе Неудивительно Потому что Last Refuge Очень хорошая карта Для Demon Hunter Получше По крайней мере Чем для кипера И будет интересно Посмотреть Как Кахо Будет его Реализовывать Будет ли это Что-то Необычное Или это Будет Опять Одна база Как мы Видели На прошлой игре Но с кипером Это немножко По другому Конечно С кипером Так просто Не понапрягаешь Завтра Да Завтра Стрим Примерно В то же время Мы будем Смотреть Матчи Причем завтра По моему Самый интересный День Потенциальный И послезавтра Тоже будем Стримить Соответственно Я точно Буду стримить А Пончо Пончо Пока не знаю Весьма вероятно Что мы С Пончо Вместе будем Но это не точно Так что там Заранее Не загадывайте Ничего Как Хо через Эмоляцию Качается Хэпп его Находит Немножко Наверно Пожалел Дмитрий Что не взял Койл На первом уровне И в итоге Крип достается Именно китайцу Он качается Через моноберную Эмоляцию В Тир 2 Пока не переходит У него Нет просто Голды В Тир 2 Переходит Сам Хэппи И вот В итоге Тир 2 По одинаковому Таймингу И если кстати Не ставить этот Второй Точнее Третий Мунвел То У Эльфа Гораздо Раньше Тир 2 Собственно Он и создает Разницу В технологиях У Хэппи Такой Посредственный Дроп У него Когти Плюс 4 И Туфли Ловкости Ему Туфли Не особо Нужны Лучше Была бы Манти Интеллект Или Ринг Оф Супериорити У Каха У Каха У Каха Тоже Посредственный Дроп На самом Деле У него Перчатки У него Еще одни Перчатки А цирклетку Он купил В магазе Так что Можно сказать Это не считается Пока что Нет такого Что кому-то Прям Очень сильно Везет А кому-то Кому-то Нет Единственное Что мы видим Это как Хэппи Четко читает Локацию Виспа И направляет Скелета Прямо на него В свою очередь Каха Находит Хэппи Здесь Третий левел Получил Дмитрий Но Каха С эмаляцией Не будет Отставать Кстати Нет ботинок У китайца Это Большая ошибка И здесь Может попасть В окружение Каха Хэппи Почти окружил Но ускользнул Демон Хантер Тут именно Не у Хэппи Была ошибка А вот Так получилось Что Демон Хантер Ускользнул Вот в окружениях Когда Прям вообще Все на долень Кого-то там Даже Удача больше Решает Чем Чем Скилл Варды на варды Оба видят Свои варды Оба видят Чужие варды Кто убьет Вард первым Явно Хэппи Сейчас Даст Возможно Купит Демон Хантер Нет Пока Пока так Не случается Тир 2 Скоро будет Здесь уже Грейвярд Вообще Все максимально Стандартно Хэппи Харасит Хэппи Убивает Арчу В то время Как Каха Пока что Ничего не может Сделать С армией Андеды Китаец Пытается Как то отбиться Он сам уже Перешел В тир 2 Сейчас Хэппи На развороте Покупает Нагу И начинает Фокусить Демон Хантера Передает Все артефакты Наге Нага Очень заряжена Вы посмотрите На артефакты Это Это просто Жесть А как Он не может Сейчас Нагу Купить Потому что Она сразу Умрет И вот Собственно Разница В В теке Потому что Если бы У Каха На секунд Секунд 7 Тек Был бы Раньше Он бы купил Нагу Без последствий А сейчас Он даже Не может Ее взять Там Собственно Тир 3 Слотерхаус Здесь тоже Тир 3 Две Лорницы Но пока Что Пока Что Пока Хэппи На Наге Не получил Дополнительные Экспы Ну Вообще В принципе Экспы Не получил То То Как Ситуация Устраивает Что У него Там Есть Второй Герой Что Нет Если Как бы Там Ноль Опыта То Какая Разница Какая Разница Зато Каху Максимально Рано Инвестирует В апгрейд На защиту Что Очень Интересно На самом Деле Мне кажется Вот Настолько Ранние Грейды Это Не то Чтобы Ошибка Но Как будто Инвестиция В никуда Потому Что Если У тебя Будет Сейчас Два Юнита С апгрейдом На защиту Это Вообще Ничего Не Решит Хэпи Ищет Варды Потенциальные Не Находит Ну И В принципе Понятно Потому Что Последний Вард Он Вот Тут Стоит Хэпи Провоцирует Он Просто Не дает Купить Нагу У него 40 Лимита Ему Нужно Просто Не Подпускать Демон Хантер А Как Он Нужно Как То Купить Нагу Чтобы Она По Контроля Она Скорее Сего Сдохнет Пытаться Убить Огра Огра Остается Императору Дмитрий Превосходно В этом Эпизоде Доконтроливает Тут Уже Дриады Подсоединились И Покусят Сразу Демон Хантер Армия Нежити Правда Вразмен На Гулю И Третий Левел Все Получил Охотник На Демонов Главное Не Подставить Здесь Каких То Своих Дополнительных Юнитов И Вот Наконец-то Купил Нагу Кахо Но Опять же Так как Ну ладно Там есть Дополнительная Экспа Но Сейчас Сейчас Эта ситуация И справится И в итоге Экспа У Кахо Больше Это С другой Стороны Хэппи Вот таким Мувом Заставил Китайца Инвестировать В ранний Абгрейт на Защиту Который Ну не факт Что ему Пригодится Да Абгрейт на Защиту Это по прежнему Как минимум Означает Что у вас На одного Медведя Или на одну Дриаду Будет меньше При пуше Андетта А у Андетта По таймингу Все хорошо Он по моему Потерял Одну или Две гули За все это время А это Как бы Мелочь Ну ладно Две гули Это много На самом деле Но тоже Из разряда Мелочь Там уже Строится Лич Там уже Тир 3 Там делается Фрэнди Апгрейт на Дестройеров Акалит Шестой Выжил Который На разведке Был В начале Игры Уках Кстати Тоже По таймингам Все неплохо На самом деле Кеппи Забирает Красную Что ему Здесь выпадет Сейчас смотрите Пайпа Будет Когти Плюс Двенадцать Тоже Класс Как он Нужно Раскачать Нагу До третьего И Демон Хантера До четвертого Тогда он Сможет Отбиться От таймингового Пуша Хэппи Хэппи Не торопится Он понимает Что Даже с тайминговым Пушем Не факт Что он Вообще Победит Вообще Не факт Ему Падает Крест Ну Тоже Посредственный Артефакт Потому что Камень Маны Но Он ставит Базов А как Хуже Тут Типа Он На красную Идет Да Но Факт Остается Фактом Как Вряд Соби Маска Падает Хэппи Прекрасный Для него Артефакт Китаец Пытается Выманить Огролорда У него В этот раз Получается Гораздо Лучше Чем Чем Это Получалось До Здесь Падает Горелка Вот Это Не Очень Артефакт Кстати Там Вообще Бутсов Кельталас И Демон Хантер Выглядит Очень Крутым У него Цирр Клетка У него Кольцо Плюс 4 Бутсов Кельталас И Грейтер Хилинг Это Очень Круто Кстати Каха Походу Не догадываться Об этом Экспанде А Хэппи Идет В пуш То есть Хэппи Хэппи Не идет Заканчивать Игру Он Скорее Тянет Время Просто Чтобы Каху Не Отменял Экспанд Буков Задет Здесь Падает Кстати Который Мог бы Пригодиться Каху Ну Вы спросите Как Потому что Там уже Есть Дестройер Дополнительная Голда И вы Просто Инвестируете Эту Голду В какой Нибудь Апгрейд Или В Дополнительных Юнитов Это тоже Очень важно В итоге Эта дополнительная Голда Достается Хэппи И кстати Вот как раз Таки для Хэппи Если он Как нибудь Прям в Очень нужный Тайминг Подгадает И Закастует Буков Дд Это как раз Может решить Чуть ли не Игру Ход сражения Как минимум Точно Прям Крипджек И своего Соперника Каху Не очень Приятно Здесь Хэппи Но он В принципе Чувствует Себя Плюс Минус Комфортно Так как Он находится На хайграунде И сейчас Он немножко Спускается Койл Нова По Демонхантеру У него Есть большая Хилка Которую Он сразу Пропил И сейчас Скажись Нужно Юзать Как раз Таки Буков Дд От своему Сопернику Точнее На голову Своего Соперника Хэппи 52 Лимитра На 56 Каху Проблемы На самом деле У него Достроился Экспанд Да Но Каху Здесь Просто Больше Он Просто Лучше Разменивается Хотя Нет У Хэппи Все таки Экспанд У него Эти Размены Под 0 Повыгоднее Гораздо И Бук Дед Если Оболишу Каху Большой Вопрос Как будто Б нет Но Мне кажется Хэппи Достаточно Поздно Использовал Этот артефакт Но в итоге Все равно Он переворачивает Эту игру Армии Эльф И Хэппи Из ситуации Когда большинство Андэдов Проиграло Сражение Просто Снакшибательно Размикривает И Делает так Чтобы Именно Эльф Отступил Да Игорь Животенко Ты Абсолютно Прав У Андэдов Еще Без Ауры Деснайта Самая Медленная Армия То есть Все говорят Типа Мол Андэда Самая Быстрая Раса Но Если Мы Будем Брать Конкретно Мувмент Спид Юнитов То Окажется Что Самая Медленная Ну Деснайд Конечно Значительно Эту Ситуацию Подправляет Это Элемент Баланса Что Вот Типа У Самой Медленной Расы Есть Герой Который Добавляет Мувмент Спид Которые Зачем-то Занерфили Последних Патчах Молодцы Близзард Свои Каноны Рушите И все У Хэппи База Работает Он У него Рядом Проклятая Земля Если Достроится Этот Зекурат То еще Она Немножко Распространится И потенциально Это еще Не рубка У Хэппи Дабл Майнинг Он будет Дозаказываться Получше Чем Ках У него Даже Грейт на Но Но в этот раз Он инвестирует 62 лимита На 56 Андеда Больше И Начинается Вновь файт Сразу же Фокусят Медведя Он сразу же Погибает И Принимается Хэппи Сразу же За другого Подставляется Финт Который Скорее всего Здесь Император Потеряет Или Потеряет Он Другого Просто Превосходно Отконтроливать Здесь Хэппи Он все-таки Теряет Финта Вы просто Посмотрите На его Точечный Контроль Только Дестройеры Остались Которые Очень мало Урона Наносят Без маны Но все-таки По лимитам У Хэппи Все гораздо Лучше Приходит Стату Главное Не потерять Здесь свою Нагу Здесь Хэппи Может заиграться А Демон Хантера Не убить У Демон Хантера Есть Эдволт А если что Можно подставнуть Нага И Главное Не потерять Демон Хантера Использовать Еле неуязвимости Здесь Значит у нас Кахо Лич не добежал До магазина Круто Проводит Это сражение Убивая Двоих героев Ан Деда Возвращаясь Сюда Вновь Демон Хантером На персоналке Надо кидать Коил Не успел Это сделать Хэппи Возможно Кстати стоило Именно в Нагу Этот Коил Бросить Но здесь Достроился Заккурат Надо его Превращать Сразу же В нерубку Воскрешается Здесь Нага На таверне Никого нет Чтобы воскресить Лича Вообще У Хэппи Проблема С лесодобычей И все плохо Он продает Экспанд Да Это единственное Единственное Что остается Делать Ан Деда Это вернуть деньги Как раз таки За эту Дополнительную базу И 5 левел Получает Кахо И в итоге У него Огромнейшее Преимущество Лич воскресился В таверне Окей Он покупает Нвол Тоже Окей Интересно Как так получилось Что Хэппи Держал Крест Именно на Доснайте А не на двоих героях Которые По идее Более уязвимые Непонятно И непонятно Что делать Хэппи Дальше Потому что У Кахо Сейчас будет Преимущество В грейдах У него 1-2 Уже будут Грейды У Хэппи 1-0 Воскресло Нага Окей Хэппи Подстроил Гули Он понял Что у него Проблемы С деревом Плэйрс Порс 5-й лвл Деснайд Тоже Окей Телепорт Купил Уже понял Что без Стоп Как-то Опасно Но Экспант Убили В Экспант Он вложил Очень много Денег И Экспант Не окупился Вообще Он даже В ноль Не вышел Начинается Вновь Файт Подставляется Демон Хантер Главное Чтобы Хэппи Не подставил Под Монобёрт Своего Деснайта Но в итоге Он подставляется И стаффнут Первый Герой Эльфа И мгновенно Возвращается В сражение Пытался Зафокусить Дриаду На которую Стапался Демон Хантер Но не получилось Дестройеры Бьют Медведей Медведи Бьют Финдов Дриады Вам не кажется Что Даже Несмотря На то Что Ондеда Больше Уэльф Армия Сильнее И будь Здесь Любой Другой Ондед Он бы Давным Давно Развалился Но это Хэппи Который Поименно Знает Каждого Своего Юнита И доконтроливает Просто Превосходно Возможно Убьют Лича Но Лича Если Что Есть Инвул Инвул На телепорт Естественно Дешевле Поэтому Для Хэппи Этот Размен Только Плюс Он не ставит Контр Экспанд Вновь Он именно С одной базы Решает Продолжать Играть В этой игре Он добавляет Абумов Есть ли Кстати У них На На Дизис Клауд Апгрейд Я Немножко Не заметил Но Мы сейчас Это узнаем Уже В талонов Готовится Выходить Китаец Будет Добавлять Анти Аэро Против Такого Огромного Количества Дестройеров Три Дестра В воздухе По-хорошему Хэппи Нужно было Конечно Отвести Десна Чтобы Эти двое Получили Больше Эксп Ну ладно Это уже Мелочь Ну кстати Эти мелочи В принципе Могут Решать Тем более Они почти Пятые Скроллов Хилинг Здесь куплен Продает Алтарь Хэппи Ему Алтарь Больше Не нужен Потому что Потери Героя Зандеда Это как Минимум Означает Что он Проиграл Поэтому Тут Неважно Есть Алтарь У тебя Или Нет Соби Маска Конечно Очень Выручает Прям Очень Сильно Инвул Прикупил Хэппи У него Два Инвул Очень Круто Крутой Айтем Менеджмент Здесь Еще Небось Возьмет Еще Один Если Он Конечно Уже Не Взял Есть Крест То есть Сейчас Герои У него Засейвлены Он Приходит К Эльфу У Эльфа Пустые Колодцы У Хэппи Лимита Больше На Двадцатку Вновь Будет Лимита Ставить Экспанд Большой Вопрос У Бомов Нет Дизис Клауда Хэппи Разведывается Нет Лимита Там Какого-то Какого-то Какой-то Заныканной Шахты Нашел Кстати Плюс 50 Хп Для Наги Эти Плюс 50 Хп Тоже Могут Решать Свапнул Артефакт На Места Не Туда Ты Идешь Хэппи Тебе Нужна Тебе Нужно Что-то Новое Придумывать А он Придумал Сделать Апгрейд На Защиту Окей Уках Грейды 2-2 Это Это Сильные Грейды У него Уже Есть Сталоны Которые Очень Круто Против Дестройеров Работают Тем более С двумя Апгрейдами На Атаку Хэппи Ставит Закурат На 80 Окей Он Будет Ждать Когда Здесь Шахта Иссякнет Он Добавляет Сакрифишал Пит И он Видимо Будет Олынить Нет Там Книжка Именно На 50 ХП Была Я Я На Это Обратил Внимание Еще Когда Хэппи Вот Тут Дрался И Принимал Ках Вот Тут Но Тогда Никто Не Подобрал Потому Что Сражение Было Вы Поняли Что Делает Хэппи Он Готовит Ловушку Которые По идее Должны Попасться Друиды Талоны Он Уже Так Делал На Дрим Хаке В Ноябре 2021 Года Против Лолайта Это Чисто Старкрафтерский Мув Так Никто Не Делает Это Вот Бейлинги Под Закопкой Это Мины Я Я Думаю Вы Понимаете Он Рассчитывает Что Здесь Будут Летать Сталоны Он Быстро Как бы Выкопает Финдов Их Поймает Сетку Или Он Будет Создавать Типа Второй Фронт Он Будет Создавать Сэндвич Так Называемый Что Каху К нему Будет Наламываться Вот Здесь И Хэппи Сзади Этими Финдами Подойдет Ну Кстати Это Немножко Спорный Мув Тогда Как Уменьшили Лимит У него Закончились Деньги У него Меньше Лимита Хэппи Продает Зекурат То есть Он Будет Инвестировать Сейчас Все Эти Деньги В Расходники Сакрифиш Пит Надо Еще Продать Кста Он Не Нужен Да Это И Делает Хэппи Банку Маны Надо Взять По Хорошему Или Банку Хп Он Шейдой Все Каху Просто На базе Сидит Ему Норм У него Здесь Мануэл У него Частичный Продакшн Смотрите Огромное Количество Талонов Тут Хэппи Сейчас Их Увидит Такой Охренеть Дестройеры Вот Считайте Дестройеры Они Сдохли Потому Что Вот Эта Пачка Талонов Их Уничтожит Хэппи В итоге Я не понял Что Была Задумка С этими Финдами Но Каху Идет Вперед Как Он Не Перекапывает Мэйн То есть Оба Улынят Оба И Кстати Хэппи Не сможет Больше Дестройеров Поднять Шахту Ставят В итоге Император Очень Странное Решение Типа Собирался Улынить Он Продал Все Чтобы Улынить В итоге Шахту Ставят Надо Высасывать Манну Из Табуреток И Начинать Файт Потому Что Там Талоны Уже Огромное Количество Урона Будут Вносить По Дестройерам Подставляется Нага Как бы Не потеряет Своих Героев Начинается Массовое Сражение 74 Лимита На 67 Да Хэппи Больше Но у него Лимит Весь Дестройерах Которые Умрут От этих Талонов Просто Напросто Надо Дмитрию Контролить Очень Аккуратно Нужно Кайтить Очень Аккуратно Иначе Он Просто Напросто Проиграет От сражений И уже Лимиты Сравниваются Уже Хэппи По Армии Проигрывает Она Качественнее Гораздо У Каха У него И грейды Лучше И все Вообще Лучше У эльфа Хэппи Уже Меньше На десятку Что Происходит Уже До базы Откайтил Своего Соперника Хэппи Интересно Каху Будет все таки Наламываться На базу Или нет И будет ли Это для него Ошибкой Тоже Большой Вопрос Потому что Мне кажется Даже несмотря На некрополь Который Здесь Явно Выручает Императора Здесь Каху Может просто Додавить Своего Соперника Очень Опасно Против Эльфа Выходить В лейтгейм Особенно Когда Есть Бафнутые Талоны Которые Просто Уничтожают Армию Дестройеров Шестой Левел Получает Демонхантер И это ГГ 1-1 Жестко Да Это Очень Жестко Вот Лейтгейм Против Эльфа Че еще Могу Сказать Тут Мои Полномочия Все К сожалению У Андеда Слабый Лейтгейм По сути Андеда Лейт Выигрывает Только За счет Героев У них Состав Армии Обычно Слабее Что мы И видели Как раз В этой игре То есть Это не просто Я из воздуха Этот факт Вон Вот А у нас Третья карта Тем временем Карта Под названием Спрингтайм Где Слева Сверху Появляется Китаец Жан Чехао Коао Кахо Его соперник Действующий Чемпион Мира Легендарный Дмитрий Костин Хэппи Кто сейчас Лучше По твоему мнению Ла Лайт Или Колорфул Ла Лайт Конечно Ла Лайт Стабильнее Колорфула Гораздо Ла Лайт Ла Кахо Кстати Может Поспорить С тем Что Ла Лайт Лучший Эльф По крайней Мере По этому Матчу Гулемой Билд Вновь От Императора От Кахо Стандартный Билд У эльфов Билд Не стандартный Только если Это герои Ставерны У андетов Вариаций Много И это будет Демон Хантер Или Кипер Демон Хантер Как он все таки Понял что С Кипером Что то не то Было Решает играть Именно В охотника На демонов Здесь Китаец У хэппи Стандарт У хэппи Деснайт У хэппи Все Все четко Он не изменяет Своим стандартам Он не изменяет Классики Да Игорь Именно так Кахо Восходящая Эльфийская звезда Многие говорят Что Кахо Совсем скоро Станет топ 1 Эльфом И Это действительно так Потому что Он такие крутые Результаты Показывает Для своего возраста Что Просто обзавидуешься Но мы завидовать Не будем Потому что Мы Комментаторы А не игроки Хэппи Вообще всех Крипов Спулил В итоге У Кахо Вышел герой И он Ни одного Крипа Не убил Понимаю Хэппи Вновь Одним околитом Только Задержал Абсолютно На всю Эльфу Здесь Китайцы Не доконтролил И Потерял Веспа Хэппи Крипится Все таки Идет Вот интересно Почему Хэппи Всегда идет Крепиться На очень Маленькие Точки С чем Это связано Что на Тайтхантер Что на Черепашек Пошел Что на Спрингтайм Вот он Идет Вот так На Ластри Фьюж Понятно В принципе Стартовая Точка Легкая Детонирует Красивую Кахо В момент Полета Койлы Уже Второй Левел Демон Хантер У него Уже Два Кольца Уже Плюс Семь Защиты И Сколько Получается 41% Damage Reduction То есть Ты уже Не зафокусишь Никогда Этого Демон Хантера Эх Эти Близзарды Они Типа Понерфили Эмаляцию Типа Смотрите Вот мы Нерфим Эмаляцию Теперь Демон Хантер Не имба Но Они Вообще Не учли Что Баф Колец Очень Сильно Баф Демон Хантера В итоге Теряя Здесь Гулю Хэппи Пытается Продемеджить Демон Хантера Но Он Не Может Это Сделать И Вся Армия Хэппи Наносит Гораздо Меньше Урона По Демон Хантер Чем Сам Демон Хантер По Десна Хэппи Хэппи Здесь Здесь Повезло Что Крип Вот Так Сагрился Особенность Картекста В итоге Безопасно Скажем Так Крипится Здесь Хэппи Получает Второй Левел Берет Артефакт Окружили Тут Демон Хантер Как бы Это Не Стало Ошибкой Потому Что Уже Две Гули Суммарно Потерял Хэппи Но В принципе Телепорт Выбил Окей Телепорт Выбил И Это Дмитрий Сейчас Устраивает Миню Потому Что Миню Потому Что Следующее Окружение Для Кахо Будет Фатальным Ну Если Конечно Он Не Купит Персоналку С Персоналкой Там Уже Ничего Фатального Не Будет Рингов Супериорити Прекрасный Артефакт Для Хэппи Он Кстати Достаточно Рано Добавляет А Нет Саурал Потай Добавляет Второй И Третий Зекурат Точнее И Грэвьер Кстати Почему Он Вот так Пострел Зекурат Одни Мне Этого Не Понять Кахо Закрипил Магаз Тем Временем Получился Безис Третий Левел Большой Энвул Кахо Очень Везет На Артефакты Купил Персоналку Ботинок Арчан Это Крипит Это Понятное Дело Хэппи Свою Меркам Забирает Тоже Понятное Дело В Принципе И Падает Ему Здесь Кольцо Регенерации Нага Вторым Герой Вот в этой Игре Укахо Все В порядке С таймингами Хэппи Никак Не может Ему Помешать Барак Сюда Уже Притопал Чтобы Чистить Эту Оранжевую Кахо Сюда Придет Что Он Уже Не Настолько Оборзел Хэппи Тут Хэппи У магазина Уже Кахо Вот Теперь Точно Его Видят Петляет Он Уже Потеряет Как Минимум Одну Гулю Увы Ее Не Засейвить Даже Скайло И Нагой Сам Себя Не Стопил В итоге Гулял Засейвилась Просто Из-за Того Что Я Не До Контроля Понимаю Я Максимально Понимаю Салтер Хэппи 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 Немножко Спадает Темп Игры У нас У Кахо Тир 3 У Кахо Две Лорницы Одно Чуть Позже Хэппи Тоже Тир 3 У Хэппи Салтерхаус У Хэппи Зекурат У Хэппи Бич В этот Раз Не Нага Что Интересно Хэппи Понял Что Проигрывает Подчисто Эрли И Мид Гейм Поэтому Решает Сыграть Сейфово Решает Не наглеть Не строить Лича Кто здесь Кахо Выпал А он еще Не докрепил Или Хэппи Сморовал Нет Тут Ничего Не воровал Да Там Просто Не выпал Предмет Хэппи Просто Доснает Там Мелькает Просто Чекает Где Находится Кахо По сути Доснает Ничего Сейчас Не делаю Кольцо Архимага Превосходная Падает Демонхантер Это Плюс Три Ко всем Что Там Возможно Хэппи Попытается Сейчас Со Следующей Партии Скелетов Убить Барак Нет Он Просто Отступает Там Лич Параллельно Крепит Натурал Кстати Сейчас Главное Не подвести Деснает Речу Чтобы Лич Получил Второй Лич Получил Второй И все По сути Все Нормой Окружается Демонхантера Есть у него Став Но это Минус Инициация Ближайшая Минус Разведка Делается Грэйт На гулей Хэппи Уже Их Пулит Не донес Дерево Вот Вот Надо Всегда Доносить На самом Деле Будет Такой У вас Момент Что У вас Не хватает Дерево Вот И все Хэппи Уже Тут Хэппи Уже Готов Пушить Ему Только Осталось Третьего Героя Прикупить Себе А так Он Вполне Готов Сражаться Здесь Огромага Удается Забрать Император Там Ему Падает Палка Сосалка Отличный Распорт Кстати Для него Пытается Зафокусить Здесь Демон Хантер Кстати Демон Хантер Единственный Сейф Это Именно Большой Инвол Но С этим Большим Инволом Столько Всего Можно Провернуть Надо Хэппи По хорошему Нагу Заказать Но у него Просто Нет денег На эту Самую Нагу Как же Эти кольца Ловнят Хэппи Буквально Ничего Не может Сделать Этому Демон Хантеру Даже Под Эффектом Арбы То есть Там Столько Армора Плюс Плюс Он В принципе Агильщик У него Изначально Много Армора Превосвод Это контролирует Кстати Хэппи Своего Финда И Продолжается Сражение Где Умирает Гуля Умирает Арчи Но Хэппи Все Гораздо Хуже 35 Лимита На 46 Правда Может Упасть Медведь И Также Дриад И Теперь Они Внезапно Сравнялись По Лимитам Статуя Новая Вышла Она Должна Регенить В итоге Фокусят Нагу У Наги Вообще Ничего Нет Кстати И В принципе Можно Попробовать Фокуснуть Нагу Попробовать Коил В лича Сейф У лича Даже Не было Мало ХП Он Просто Заранее Его Закорил И В принципе Сделал Правильно Здесь Хэппи И Даже Из Такой Ситуации Плохой Хэппи Все равно Умудряется Вот Так Камбэк Ну Не То Чтоб Камбэк А В принципе Сражаться На Рав Вот Ни Один Другой Андет Не Можем Теряет Барак Здесь Кахо В принципе Этот Барак Уже Отслужил Сделал Своё И Эншин Оф Винт Вновь Со Стороны Эльфа У Хэппи Доделывается Грейд На Дестройера Доделывается Фенбэй Грейда На Атаку Здесь Нет Какие Грейды У Кахо 0.1 Вообще Респект Эльфу За то Что Он Делает Грейд На Защиту Бутс Оф Кельталас Не Очень Повезло Хэппи На Арсфай Он Его Даже Продаст Он Не Будет Передавать Никому Он Его Продаст И Купит Расходники Вместо Нет Просто Продал Окей При этом Ничего Типа В ответ Не Заказал Интересное Решение Конечно Хэппи Смещается В левую Часть Карты Он Будет Пытаться Забирать Красную Видимо За За здание Эльфов Которые Сражаются Да Дают Опыт Как И За Забурова Орков Например Дают Орков Как И За Таурки Дают Опыт За Некрополь Дают Опыт За Все Что Наносит Урон Короче Дают Опыт Если Максимально Просто Выразаться Хэппи Отводит Двоих Героев Чтобы Прокачать Третьего Очень Грамотно Очень Грамотный Менеджмент У Императора На своих Героях На их Ловалах Надо Красную Забирать Потому что Кахо Уже Будет Сейчас Этим Заниматься Ну Если Здесь Выпадет Пайп А то В принципе Есть Шансы Что Тут Упадет У нас Когти Плюс 12 Окей А тут Эншу Дженго Ну Как бы Приятно Но Лучше Пайпа Гораздо Лучше Пайпа Как бы Кайту Помогает Отчасти Да Даже Не отчасти Я напрямую Этот Артефакт Но Но Мана Важнее Гораздо Про Каст Надо Хайпер Расходники Какие-то Брать Хочет Третью Нагу Сделать И Кстати Он Сделает Просто Превосходный XP Менеджмент Ухайп Вот Тут Не знаю Игорь На самом Дель По-моему Все-таки Получает Но Это Не Точно Телепорт Делает Кахо Хэппи Этого Кстати Не Видит Хэппи Убивает Один Мунвэл В итоге Сапплай блок У Эльфа Есть играть На сетку Большой вопрос Как будто бы Не готов К эталонам Здесь Хэппи Но Их Пока что Мало Они Да Наносят Приличный Урон Все равно Но Этого Недостаточно У них Также Очень Мало ХП Фокус Файер По Демон Хантеру Его Это в принципе Решает Фокус Файер Вновь По Демон Хантеру Здесь Может потерять Его Кахо И да Действительно Теряет Своего Основного Героя Здесь Эльф Главное Не потерять Лечать Теперь Хэппи Или Нагу Может Здесь Подставить В принципе Своих Героев Сам Император Но 51 Лимит На 39 Вроде Бокахо Сыпется Но Хэппи Все Такое Бито Это Может Форкет Залететь Лечу Его Убить Но Так Не Случилось Лич В итоге Выжил 48 Лимитов На 35 Безоказывается Кахо Пытается Здесь С горем Пополам Отбиться У него Вроде Как Получается Нагу Теперь Вновь Подставляет Хэппи Там Есть Манна На Форкет Уже Нету Но Нага Все Равно Умрет И Также Может Умереть Лич Нет Коэл В него Последнюю Секунду Залетает Нага Все Таки Погибла От Последних Шотов Дриад Но В итоге Сами Дриады На Отступлении Будут Получать Урон Какие Безумные Сражения У них И Дриада В итоге Выжила Надо Фокусить Колодцы Или Алтарь Нага Вне Позиции Нагу Можно Сзади Принять Кахо Куда Ты Ведешь Свою Нагу Хэпи Как быстро Среагирует Хэпи Не реагирует Вообще На Нагу Он Вообще Забивает Болт На Второго Героя Эльфа Но Получает Четвертый Левел На Личе Убивая Попутно Медведя И Также Убивая Видимо Дриаду Демон Хантер Уже Скоро Воскреснет Он Уже На Половине Пути Считайте Оушен Оф Хилинг Был Куплен На Нагу 51 Лимит На 34 И Хэпи Если бы Поставил Экспанд Параллельно Было бы Вообще Все Классно У него Кстати Там Есть Акалип Чтобы Как раз Таки Этот Экспанд Поставить На Уках Буквально Здесь Парочка Юнитов Сможет Леон Надэф Большой Вопрос Сейчас Вновь Будет Сапплай Блок У Китайца Дмитрий Душит Он Пытается Додавить А Кахо Пытается Здесь Хоть что-то Сделать Своему Сопернику Но Нага Получает Новую Последний Поушен Был Заюзан Нет Ладно Там еще Есть Шоп Это Не Последний Поушен Там Демон Хантер Сейчас Воскреснет Хэпи По хорошему Бы отступить Нага У него Воскрешается В алтаре Параллельно Погибает Дриада Одна Погибает Медведь Вторая Дриада Не факт Что Умерли Вышла Новая Это Уже Совсем Свежая Она Как раз Таки Фуловая 55 Лимита На 31 Вот уже С выходом Демонхантера Надо бы Анеду Отступать Он не Заказывает Экспанд Параллельно Это Мне кажется Ошибка Потому что С экспандом Можно было бы Уже Закреплять Своё преимущество Но в итоге Эльф С этим Неубиваемым Демонхантером Может неплохо Так тут сражаться Был куплен Нвол налича Демонхантер Подставляется Но там есть Хавк Хавк Хотел сказать Став Но Каха В итоге Понимает Что Хэппи Его скорее всего Додушит И это 2-1 В пользу Дмитрия Костина Блин Как Какие Безумные Игры У нас Это очень Круто Ух Я что-то Прям Это Я прям Выложился В эту катку Прям Жестко Их Цирклетов Мало Нафармил Ну Сейчас Цирклетки Не нафармишь Потому что Они Не Выпадают Зеленых Точек Больше Держу В курсе Вот А у нас Четвертая игра Карта Норзен Айллс Где слева Снизу Появляется Китаец Жан Чжи Хо Нет Не Жан Чжи Хо Я уже забыл Как его зовут Сейчас Подождите Я уже Я уже Настолько Проникся Этой игрой Что Что забыл Жан Чжи Хао Жан Чжи Хао Квао Кахо Его соперник Это лучший Игрок Современности Дмитрий Костин Хэппи Вот Его имени Я уж точно Ошибку Вряд ли Совершу Ну Прошлая Катка Была Прям огонь Пресс Ф Демонхантер Вновь от краху Он Кстати Слишком Мне кажется Мне кажется Он слишком Сейфово Крепится Потому что Undead Не успевает Нахарас Сюда Интересно С чем Это связан С чем Это связано Виспов Вновь Каху Распределяет По карте У него конечно С этим Все Очень круто Хэппи Играть Стандарт У него Гулевой Билд В принципе Ничего Особенного Пока Нет Хэппи Вновь Пулит Крипов Всех Там еще Пурш На Демонхантер И в итоге Этот огур Не сразу Умрет То есть Еще больше Времени Каху Теряет И добивает Крипа Барака И не добирает Экспы О Волнуется Паренек У нас Этого Не добил Окей Молодец Но Он по идее Здесь Второй Левел Уже Не получит да да что хэппи выйду а что а как еще не выйдут а как так почему угар туда пошел странно хэппи когти как без как как бы все рассчитано на то что он возьмет 2 и будет прям очень сильно харасить хэппи ну как они взял 2 вообще не взял то есть нельзя добивать в итоге второй будет именно у хэппи ладно как и здесь доберет но это не тот второй левел который должен был быть он теперь поздно будет инициировать хотя мог уже вот тут крип джек тембе и хэппи было бы больно и просто сразу в пуш идет под пуш такой тайминговый с гулями здесь r2 почти наполовину хэппи купил ботинок и даст уже в ворчу впрягается даст за юзан это минус арча сто процентов и и добивает к хуса молодец здесь китаец хэппи с гулями уже тут хэппи уже кошмарит тебе лесную экономику убивает попутно еще арчу можно было кстати вот это виспо еще забрать убивать себе какое-то количество виспов и даже если не убивают то они катаются а если они катаются то это как минимум означает что майнинг тайм тратится вот уже уже точно убивают дакаха типа детонирует но все равно это потеря в любом случае несмотря на то получил до сна и топа перене хантерс холл ставится по таймингу немножко немножко неправильному или или правильно я не шарю и занятия не и так у эльфа большие проблемы он да он грамотно менеджер виспов до их шахту за слайну шахта то не бесконечная там вон по-прежнему биты виспы как бы есть вот их как раз таки не хочется никуда девать они должны в шахте сидеть по-хорошему и сколько в итоге виспов у уках у 5 на дереве 5 на дереве это очень мало то есть сейчас как построить тир-3 сделает лорница у него ни на что не будет дерево даже просто он лорница поставит у него не будет уже дерево у хэппи с экономикой вообще все все зашибись он он переходит в тир-3 он кстати не поставил зекурат ошибка от хэппи он не поставил зекурат 3 казалось бы да но он видимо рассчитывал что с этим пушем нет это не ошибка вы понимаете он рассчитывал стал с этим пушем потеряет гулей двоих и в итоге у него будет лимит под второго героя но он не потерял то есть он одну гулю потерял всего хэппи такой хэппи просто и он счет меняет лорницу противника то есть это минус тайминг есть там персоналка уюю чутках каким-то не очень расторопным оказался мог окружить принципе достает и он бы не вышел в итоге тир-3 гораздо быстрее он бы это будет это очень важно или со вторым героем забавно получилось но мне кажется все-таки хэппи шел с расчетом на то что он потерял потеряет как минимум две гули и как раз освободиться лимит под второго героя да он не не потерял две гули кстати вот тут очень важный момент возможно сейчас как раз таки две гули мог потерять хэппи но нет пока что он лишь испугом отделался очень грамотно контролит дмитрий отступает очень круто гулями в итоге нага быстрее у к хо шо у нас по продакшен а там лишь вообще у хэппи ну да там поэтому ноги не будет до третьего чуть-чуть совсем не хватает до снайта скайпи немножко обидися на каху за то что тут забрал его последнего гриба который как раз таки и давал 3 там большая банка маны жизнь просто жесть и тер-3 только-только он не только тут нам уже наполовину но у хэппи уже доделался хэппи уже арба хэппи сейчас стартанет апгрейд на гульф рэнди и на дестройер нового демонхантера это колец смущает честно фрэнди кстати подставился немножко демонхантер можно было бы его окружить но пока этого не делает дмитрий китаец все временем крепит натурал здесь он выбивает себе шарик получать второй левел на ногу здесь хэппи тоже выбивает шарик где-то мире плачет один хатк оба крепят центр пока не видят друг друга потому что вижу примерно вот у таверна как раз заканчивается труша таура прекрасный артефакт для хэппи падает сейчас он возьмет нагу найдется соответственно кафу и пп вот собственно о чем я и говорю уже минус 1 арча сто процентов лично со вторым левелом до снова прямо сейчас минус 2 арча скорее всего минус 3 яда хэппи и не отпустят став есть став а нет садил очень хорошие артефакты вновь на демонхантере это хилстоун и большой вул попытается окружить на пусть здесь соперника да это будет весьма вероятно минус телепорт каха мгновенно его прочитывать не хочет лишних и потерять здесь также барах умрет у китайца как 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 же хэппи уничтожает просто жизнь любо-дорого на это смотрите параллель еще все под контролем у дмитриева большая банка маны есть поэтому он так так и наглеет как у проблемы с лимитами там уже 50 50 хэппи строится закурат на 60 уже есть до заказ приличный а у каху ну ну вот это все что есть у каху хэппи не торопится вообще он на лабу идет хочет себе возможно когти плюс 8 может пендант как он постер клетку кстати просто выбирает себе экстра левел который весьма вероятно ему пригодится из артефакта там когти плюс 8 как раз таки падают дестройер есть 55 лимита на 48 2 дестройер воздухе все медведи считаете не жильцы потому что уже как минимум один из них пойдет не от него ставлю но это означает как минимум что следующий точно умрет и да действительно так и происходит потому что это нет 2 стаффа в принципе другой медведь тоже падает и большая банка маны решает что в итоге этот финт выжил нету даже маны на монобёр маны на монобёр у каху тем не менее он убил огромное количество гулей просто посмотрите но будет сейчас конкретно это размерная монета размерная монета на более качественно армию хэппи которые уже до заказывается уже потихоньку идет хэппи пушит у него уже скоро будет третий лич буквально через пару киллов если не через один начинается ночь сейчас как раз таки ночью каха вполне может отбиться но тут на самом деле большой вопрос сможет ли он это сделать потому что падает уже дриада падает и медведь и также подставляется демон хантер у которого уже нет большого камня хэппи есть ингул правда но подставляется нога вот нога как раз таки может и откистывать но нет последний момент буквально каха покупают пушин нападает дриада следом также падает и следующая дриада хэппи давит своего соперника несмотря на то что ночь несмотря на то что он прям в базе соперника находится и каха все прекрасно понимает это 31 в пользу хэппи превосходнейший просто перформанс от дмитрия это было максимально уверенно со стороны костина со стороны андеда и это результат которого ждали абсолютно все фанаты хэппи в том числе и я не буду вам ничего не буду вам врать я очень рад что так действительно случилось что же у нас получается у нас как сегодня со счетом 3-0 уничтожил лабиринта но попал под каток по имени хэппи и с отсчетом 13 отлетел как раз таки от него лимей не пришел как бы бывает чё вот и хэппи у нас проходит в полуфинал в полуфинал где будет драться уже послезавтра а что у нас будет завтра завтра у нас будут матчи hitman so in starbuck fortitude тоже очень интересные противостояния в 16.00 по москве я вас всех буду ждать на этом же канале с очень интересными матчами завтра по моему самый интересный день как раз таки на в 3 champions буду очень рад если вы мне вновь составите компанию возможно будет пончо но это не точно вот потому что я захватил канал ха 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 ладно нет шутка никто канал не захватывал просто так получается что я пока что комментирую 1 и в итоге в итоге в итоге у нас был такой немножко однокалиточный матч каху лабиринт где каху как раз таки уничтожил лабиринта и очень интересная серия хэппи каху прям прям очень крутая я очень рад что что мне довелось как раз таки для вас ее прокомментировать а на этом я буду уже заканчивать спасибо всем кто был спасибо большое кутер или кадр за поддержку в 1000 рублей спасибо ребята на ю тубе которые ставят лайки спасибо ребятам на твиче которые подписывайтесь в принципе ребята подписывайтесь делитесь ссылкой на канал ставьте лайки это очень важно пишите комментарии подкастами потому что дальше больше дальше будет более качественный контент и вы можете как раз таки повлиять на улучшение качества нашего нашего канала а я буду с вами уже прощаться для вас работал и комментировал лай завтра встречаемся в то же время до новых встреч ребята гудбай пока